Битва чемпионов Добрый день Иван Анатольевич, разрешите первый вопрос вам Полностью фестиваль называется Алтай – земля сильных битв чемпионов Это проект Российского союза боевых искусств Который поддержало правительство Алтайского края Почему проект нам интересен Может быть впервые проводится в нашем регионе Может быть масштабами своими впечатляет Он впервые проводится в таком формате Потому что Российский союз боевых искусств проводит такие мероприятия Летом приезжал как раз секретарь И мы с ним договорились, что мы проведем это мероприятие В Алтайском крае проходит один из самых крупных фестивалей Единоборств среди детей Под эгидой Динамо мы проводили Там больше 4 тысяч собирается И вот здесь решили сделать именно по-взрослым Чтобы был стимул у ребятишек Видеть, как настоящие чемпионы добиваются славы алтайского спорта Алтайских боевых искусств, единоборств Какой возраст участников? Здесь без ограничений Здесь все мужики Но действующие чемпионы наши То есть битва чемпионов Это не название Это действительно? Да, действительно Здесь уровень мастера спорта Это чемпионы страны и чемпионы мира Вот Александр Владимирович Я думаю, дополнительно скажешь Что приехали как раз те ребята На которых мы тоже планируем Что они будут выступать Подтвердили свое звание сильнейших в мире Ну да, мы вот этот бренд Битва чемпионов Это бренд Российского союза боевых искусств И он уже проходит не первый раз В 22-м году, когда наш отряд Добровольческий уходил на СВО В декабре 2-го декабря была 14-я битва чемпионов Тогда была школа на школу 8 спортсменов Все мужчины дрались на ринге И выявляли лучшего спортсмена В данном случае у нас Когда исполнительный директор РСБ Рамиль Габдарович Габасов приехал Я его познакомил с Иваном Витальевичем И вот такая идея возникла Провести у нас на Алтай Такое мероприятие Мы попросили сохранить бренд Битвы чемпионов Потому что это такое раскрученное мероприятие Уже вся страна знает Это и сейчас Когда сильнейшие спортсмены По различным единоборствам Приедут сюда, к нам в Алтайский край Вся страна будет смотреть Потому что они будут болеть там За своих спортсменов А мы будем болеть здесь за своих Это всегда интересно Когда свой и чужой И это очень такой интересный формат Как Иван Витальевич сказал правильно То есть это будут сильнейшие спортсмены Сильнейшие спортсмены Алтайского края Против сильнейших спортсменов России И зарубежья в том числе Поэтому будет интересно И я бы всех, наверное, пригласил бы На это мероприятие И я думаю, что никто не пожалеет Заявлено на программе Семь видов единоборств От дзюдо до рукопашного боя Если перечислять Что это за единоборства И в каждом ли удалось отыскать Представителей Алтайского края Это абсолютно в каждом виде дисциплины Будут представители Алтайского края Это вот кикбоксинг Якушев Михаил Чемпион России Действующие спортсмены Это Папан Кратиону Новиков Александр Также член сборной Алтайского края Действующий профессиональный боец Лиги РСИ Лиги ОПЕН-ЮФСИ Вот Здесь рукопашный бой Алим Алимов Игорь И всестилевое карате Вот Александр Владимирович сказал То, что приехали с чемпионата мира Лысенко Никита И найденного Кристина И по Косико карате Это Кудин Данил Мастер спорта России Победитель Пенеса Европы Чемпион России Обладатель Кубка Азии То есть Вот А подзюдо будет представлять Хромойкина Дарья Это вот участница Игорь Брикс Как раз Она завоевала серебряную медаль За выход финала Боролась, травмировалась Не смогла выступать в финале Вот Ну а сейчас как бы Вроде бы восстановилась Ну будем смотреть Как бы Будет выступать С представителем Белоруссии Как-то спортсмены Особенно готовятся Или в принципе Настолько у них Плотные графики Без того соревновательные Что подготовки Дополнительно не нужно Ну я по своим скажу Что Перед чемпионатом мира Они сборники страны Они прошли сборы Перед чемпионатом мира Выступали С 16 по 19 ноября Проходил чемпионат Потом Перенство началось Мира Они уже уехали сюда Чуть-чуть восстановиться После серьезных стартов Вот Поэтому я думаю Что другие спортсмены У них режим Такой же Потому что Как правило Соревновательный период Ну грубо говоря Там с сентября по май Поэтому Соревнования Плотно идут И я думаю Они в таком режиме Напряженном Работают И готовятся И к нашему мероприятию Я думаю Специально готовились И Кроме этого У них еще Свои Календарные мероприятия Есть тоже Безусловно У каждого Насыщенный график Но здесь Большая честь На домашней арене Выступить И показать Все лучшие качества Именно Борцовские Бойцовские Что Насладиться Этим зрелищем Дома на Алтае Потому что Такого Высокого уровня Соревнований Хоть и проводятся В Алтайском крае Но не так часто А здесь Как раз Все наши чемпионы В одном месте Будет И как раз Приятно Совместить Это Приятное С полезным Как мы уже До интервью Говорили Что это именно Соревнование Такое Статусное Защитить честь Родного региона Каких-то Очков И званий Здесь Не принесет Не присуждает Спортсменам Ну нет Конечно Потому что Для присвоения Разряда Или звания Необходимо Определенное Количество Боев Провести Вот Поэтому Здесь Мы В первую очередь Ставили Себе Это Популяризация Единоборств Это Показать Всем И стране И Может быть Миру Что у нас Есть топовые Бойцы Которые Конкурируют С любыми Представителями Вот И Ну Немножко Похвалиться Надо Немножко И хвастаться Потому что Ну Эти ребята Они Вкладывают Всего Себя Своё Хобби Или Там Скажем Так Уже Профессионально Надо Сказать Они Занимаются Поэтому Хотелось Бы Их Тоже Подсветить Показать Ну Этим Наверное Не стоит Там Стесняться Этого Наоборот Гордиться Чтобы Знали Что Наша Алтайская Земля Вот Таких Чемпионов Воспитывает Здесь Мероприятие Направлено Еще На Патриотическое Воспитание Вот именно то что здесь И для детей Вот то что Александр Владимирович Действительно Когда Родина Позвала Как бы Они Откликнулись И здесь Вот симбиоз То что Понятное дело Что Сейчас Все защищают Да И все Представители Видов Спорта Но Одни из Так скажем Передовиков Это все-таки Люди Которые С железной Воли И те Которые Прошли Так скажем Школу Единоборств Как бы Очень много Те Ребята Которые Действительно Знают Что такое Дух И что такое Защищать Родину Вот это Совмещение Как бы Мы здесь Проведем И конечно же Не обойдем Тему патриотизма Среди молодежи Иван Анатольевич Есть ли список Гостей Которые к нам Приедут Можем ли говорить Что это Такие-то регионы Такие-то страны Ну смотрите Это По одному человеку Да Вот То есть Наш Представитель И с другой стороны Вот это Из Беларуси Это Из Представителей Азербайджана Вот И Также С ДНР Санкт-Петербурга С Москвы С Иркутской области Ну то есть Вот Беларусь И Азербайджан Будут представлять Другие страны Но еще Может быть Как бы Мы еще В стадии По боксу Вот И будем ждать Как бы Подтверждения Пока еще Готовятся Ведут переговоры С представителем Другой страны В общей сложности Можем говорить Что примерно Столько-то будет Участников Нет У нас Семь Видов спорта Восемь Представителей Наших Будет И восемь Представителей То есть Это будет Восемь встреч Боев Как бы За вечер Вот И Тем самым Как бы Интереснее Это будет Мероприятие Да Как раз Хотел по программе Спросить Потому что Два с половиной Часа всего Будет У участников Чтобы Все восемь Боев провести Как будет Проходить Состязание Ну это Очень плотно Получится график Такой Каждый вид спорта Будет Работать По своим правилам По своему Времени То есть Ну боксеры Понятно Там Три периода Там По три минуты У кикбоксеров То есть В карате Во всестилевом Чистого времени Три минуты Но Вместе с остановками Порядка до пяти минут Бой получается Ну и то же самое Можно сказать Там и про косику Карате И про рукопашников Поэтому Судейские бригады Все будет Так же Как вот На соревнованиях На стилевых Только здесь Вот мы локально Грубо говоря Мы берем Финальные бои То есть Вот Все предварительные схватки Скажем так Остались Там За пределами Нашего мероприятия То есть Мы взяли Чемпионов И вывели сюда Для наших болельщиков Для наших зрителей Чтобы они получили Удовольствие Именно от финальных боев Скажем так Поэтому Все правила Они будут У каждого вида Единоборства Свои И судейские бригады Соответственно То есть Это будет Скажем так Как будто побывали На чемпионатах Сразу Семи федераций С площадкой не будет Каких-то проблем Потому что Для разных единоборств Они отличаются Татами Ринг У нас будет Одно-татами И один ринг И будут чередоваться Выступления Ну то есть Как я понимаю Поединки Друг за другом Параллельно они не идут Это вот как раз Это изюминка То что вот Зритель насладится Этими всеми видами спорта Как бы Вот Отдельно Каждый будет Поединок Встреча Бой Подсвечиваться Каждого спортсмена Представят Регион Его выведут Красиво То есть Все внимание будет Для каждой Пары спортсменов Отдельно И Комментатор у нас будет Коровин Николай Владимирович Наверное Знаете Это первый Человек Наверное В стране Который на телевидении Начал поднимать Тему единоборств Передача такая Была до 16 Старше То есть Это человек Который закончил Журфак МГУ Который до сих пор Практикующий Единоборство Мы его специально Пригласили Он с удовольствием Откликнулся Ни разу не был В Алтайском крае Он Вот Ну это тот человек Который может Комментировать Поединки Вот с ходу Ему не надо Там что-то Объяснять Рассказывать Он комментировал Там вот И В Токио Когда человек был Олимпиада Была Турнир по карате То есть Он комментирует Другие Мероприятия Именно Вот Единоборство Поэтому Я думаю Что Даже на Коровина Можно прийти Отдельно посмотреть Потому что Ну это такой Гуру Единоборств Это будет интересно Для многих Конечно Спортсмены Люди Суеверные Никто заранее Не возьмется Говорить О своих Шансах Но все-таки Хочется узнать Наши ребята Которые будут Представлять Алтайский край Насколько Они Ну в теории Порадуют Наших зрителей И позволят Поздравить Их с победой Насколько Сильные спортсмены Выставлены Задача была Федерациям То чтобы они Достойных соперников Подобрали Чтобы это Действительно Было Люди Пришли И насладились Этим видом Спорта Которые будут Представлять Наши чемпионы Здесь Такого нет Что нужно Чтобы наши Победили Будем смотреть И наблюдать Знаю что Вход свободный И наверняка Желающих будет Немало Посмотреть Будет ли что-то Вроде Регистрации Заранее Для зрителей Чтобы не возникло Таких Кто пришел И вдруг Мест не хватило Как здесь будет Со зрителями Устроено Мы заранее Будем Пускать людей В Титов арену Знаете Раньше Действительно Титов арена Собирала Большое Большое Количество Зрителей И единоборство Вызывали Большой Большой Интерес Мы здесь Не стали Делать Ограничения Я так скажу Что Крупные Соревнования Когда проходит Чемпионат мира Подзюдо Проходил В Челябинске Люди На лестницах Сидели Пытались Все попасть Желающие Мы будем Рады Всем гостям Чтобы они Пришли И насладились Мы это Делаем Для людей Для зрителей Для подрастающего Поколения Чтобы они Видели Чтобы у них Были ориентиры И здесь Конечно Мы До разумного Будем смотреть Пускать будем Всех желающих Как арена Должна Сколько Может Вместить Себя Столько И позволить Около Двух с половиной тысяч Да По-моему Вместимость Ну Мы Получается Часть Отсекаем Потому что Подготовка Сцена А так же Будем смотреть Ориентироваться В холлах Для зрителей Будут Дополнительно Такая активность Кажет Федерация И Мы Дополнительно В холле Сделаем Выставку Муляжи оружия Будут Автоматы Пулеметы Показательные Выступления Тактическая Медицина Это Вот Сейчас Актуальная Такая Тема Вот Зрители Фото Зона Будет Зрители Думаю С удовольствием Откликнуться На эти Вот Моменты Потому что Ну Как правило Ребята Приходят Да И девчонки Они так же Реагируют То есть Им интересно Подержать В руках Померить Каску На себя Бронежилет Одеть Сфотографироваться Поэтому Это все Будет У нас И Федерации Про себя Дополнительно Заявят И Может быть Мы Среди Этих Зрителей Еще Дополнительно Найдем Будущих Чемпионов Потому что Как правило Там приходят И с маленькими Детьми И Когда Они посмотрели И сказали Я хочу Так же Это Будет Самое Дорогое Вот То Что От этого Мы ожидаем От этого Мероприятия Потому что Если дети Выбросят Свои Телефоны И Все-таки Пойдут Заниматься В залы То Это Будет Лучшее Что Можно Ожидать От этого Фестиваля Единоборств Скажем Так Назовем Спасибо За Подробный И интересный Ответ К сожалению Время Наше Подошло К концу Зрителям Я Напомню Что О фестивале Алтай Земля Сильных Битва Чемпионов Не пропустите Если действительно Любите Единоборство И готовы Поддержать Наших Спортсменов До встречи